Говорить о наркомании нужно обязательно. Эта проблема человечества остается актуальной до сих пор. Мир наркотиков трансформируется, способы ухода от реальности меняются, но, к сожалению, избавиться от этого глобального недуга навсегда пока не представляется возможным. Существует достаточно много памятных дат в году, суть которых одна. Рассказать об этой смертельно опасной зависимости и максимально постараться заслонить от нее особенно молодое поколение. Март обычно стартует с Международного дня борьбы с наркоманией, наркобизнесом и наркомафией. В связи с этим Дворец культуры Азбеста подготовил интересную программу. И сегодня в нашем зале дети-подростки, старшеклассники, студенты, те, самая такая группа риска, скажем так, те, кого мы хотим все-таки привлечь на сторону здоровья, здорового образа жизни, творчества, спорта, рассказать о том, что всегда можно найти занятие по душе и не нужно отчаиваться, если произошло что-то в жизни страшное. Всегда есть рядом близкие, родные, друзья, да просто незнакомые люди, тем более те, которые живут в нашем городе, которые всегда готовы помочь, прийти на помощь и не дать человеку уйти в другую сторону. Ребятам представили достаточно атмосферную концертную программу. Ведущие рассказали факты о зависимости, а также развеяли мифы, связанные с наркоманией. Перед подростками выступил представитель Азбестовской полиции и поведал об ответственности за преступления с наркотиками. В последние годы тенденция у больных наркомании людей идет к потреблению синтетических видов наркотиков. Значит, сейчас в данный момент происходит сбыт наркотических средств не из рук в руки, как это было лет 5-6 назад, а то и больше, а именно путем закладок. То есть продажа идет через интернет-магазины, мессенджеры различные, значит, лица, потребляющие наркотические средства, переводят денежные средства банковскими переводами на счета различные. И после этого им указывается место, приходит место расположения наркотического средства. В связи с этим появляются любители легкой наживы. Они думают, что заработают много денег, не прилагая усилий. Однако заканчивается все это, как правило, плачевно. «Практически еженедельно задерживаются как лица, употребляющие наркотические средства, за что предусмотрена уголовная ответственность, так и лица сбывающих, это так называемые закладчики. Значит, там уже уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, конечно, совершенно другая». За любым преступлением следует наказание. Однако количество желающих обогатиться на чужом горе было бы значительно меньше, если бы больше было умеющих сказать твердое и решительное «нет» наркотикам. «Верить в себя, в свои силы, любить жизнь и радоваться каждому дню, находить в каждом дне что-то позитивное. Что-то случилось, всегда есть положительная сторона. Любой путь для нас – это урок, эта дорога к самому светлому будущему. И в это надо всегда верить и помнить об этом».